Друзья, доброе утро. Сегодня у нас среда, 16 августа. Мы вернулись в Скайлайны и уже вклинились в работу. Едем забирать груз в штате Мэйн, город Киттери, практически на границе со штатом Нью-Гэмпчур. Движемся, забрать этот груз и выдвигаемся в штат Иллинойс, немножечко южнее Чикаго. Будем его разгружать. Груз Хазмат, опять опасный груз, но платят неплохо относительно, учитывая, что... Движемся, в общем, за грузом. Едем, значит, забирать этот груз с острова, ребята, смотрите. Островочек, к нему идет один мостик. Через мостик на его заезжаем. Это будет... Навал Шип-Ярд. Как он переводится? Это... Короче, где корабли стоят? Где корабли? Морской флот. Вот так вот. И вот там какой-то Хазмат груз. Нужно будет забрать 14 палетов в сторону Чикаго. Интересные у меня грузы, конечно, в последние дни, и это просто я кайфую. В такие разные места меня заводят интересные. В общем, работа пошла такая необычная. Не базы с продуктами там, да, варенье, картошка, еще что-то, а что-то такое. Ну, посмотрим, что у нас там будет. Библиотека красивая. Старинная все здесь все-таки. Это не Гэмпши. Далеко от Бостола. Класс. Только что был знак налево, ну, специальный указатель, который показывает... Показывает, что... Вот ведь знак. Направо. Направо. Я думаю, что... Может быть сюда? Неужели? А, может на 103? Да, думаю, что не сюда. Это все может быть. Интересно. Я уже сам запутался. Так, 103 дорога. Я думаю, что сюда. Не думаю, что прям... Да, там был тупик. В лес. Так, ну... Немножечко непонятно. Немножечко непонятно. Я тут не был ни разу. Первый раз вот еду за этим грузом. И вообще в этой эре я ни разу не был. Возле этого морского флота. Навал Ярд. Шип Ярд. Конечно, прикол. Вот там какие-то краны. Так, ну, чьи-то, господа. Мы с вами загрузились в флоте где-то там американском. Это закрытый городок. Был. Заезжал я туда по пропуску специальному. Там проходил пару каких-то тестов. Ну, как обычно. Закрытые городки. Просто так не заедешь. Так, красиво. Красота. Забрал Хазмат-груз. Пустые контейнеры, пустые такие газовые баллоны. Пару баллонов там, вернее, несколько палетов с воспламеняющимся газом. Несколько палетов с невоспламеняющимся газом. Все это дело используют в работе в этом закрытом городке. В общем. Так что едем сейчас с вами уже в сторону Эллинои. Смотрите, вот настоящая подводная лодка. Видели? Это настоящая подлодочка под названием USS ALBACOR. Можете даже загуглить. Это музей. Сейчас там gift shop. Вот такая вот небольшая U-boat, так называемая. Стоит прямо посредине города. Практически. на границе. Кстати, он в Нью-Хемпшире уже он знак. Заезжаем прямо в Нью-Хемпшире. Это мы в Мэйне были. Кит-Терри Мэйн. Прямо граница. Через речь, которая переехала проходит граница штата Мэйн и штата Нью-Хемпшир. Какая махина, представьте. 70 лет этой лодке уже. Супер. Короче, сейчас первая остановка у нас тут недалеко. На Трэкстапе. Заправим полные баки. И на всех парах летим на запад. Я в той стороне города, где я вчера остек с рогатностью временных. Замеряя все скачки давления. Я такой весь в черном вплоть до настроения. Что я с ней хочу быть в твоем поле зрения. Я махнул рукой и достал почек. Слежит унесу бы. И вот уже крутная клетка на рентгене. Я вроде не всюду, но со всеми понемногу отдаю все, понимаешь. Пару-пару дышек несут по течению. Пару близких со мной без денег. Можешь ловить расход, ведь не в карты. Я чувствую, что я больше не встречаю вас в узком кругу всех моих бед и продвижений. Я слышу груст в бумаге. На кромче груст от позвонков до шеи. Этот выстрел наугад меня пугает. Этот мистер на ура меня выводит на общение. Не говори мне, как вести себя, убей себя. Не похуй, что напряжно в конце месяца. Я хотел как лучше, но никак не вериться с моим районом. Что снова не так, так, что опять не клеится. Взрывная волна накатит и начнет цеплять и отправлять до дома. Аварийная ситуация. Фикап трачок улетел Тойота с прицепом и Вольво 670-я. Вот так вот. Ничего себе. Ничего себе. Да. Дорога опасная. Господа, мы проехали полпути. Больше полупути, наверное, в сторону Чикаго. Ну, не Чикаго. Ниже, южнее Чикаго. Штат Иллинойс. Город Чампейн. Едем разгружать туда газовые баллоны с военно-морской базы. В Бостоне, можно так сказать. Везем пустые баллончики назад. Заправят их. И, может быть, повезем их снова в порт. Но уже не завтра. И сегодня как-нибудь в следующий раз. Какая пробка. Ой-ой-ой. Ничего себе. Смотрите. Это просто жесткач. Да. Пока сейчас достанут трак и капчик. Ну, хотя бы правая линия работает. Правая линия, в принципе, двигается. у них по чуть-чуть выйдут. Загруженная эта дорога у нас на Чикаго. На Иллинойс. Много траков здесь ходят. Большие пробки. Так. Ребята разгрузились мы, значит, в Индиане. И пробираюсь я через вот такой вот городок Джульетт. штат Иллинойс. Это южнее Чикаго. Смотрите. Тут такие скверики. Симпатичный маленький городочек. Цветочки. Ухоженная местность. Траки ездят. Едем загружаться Хазматом. Едем загружаться Хазматом на Винчестер Вирджинию. Взяли неплохой груз. Хотел я, конечно, поехать домой отсюда. В план у меня были. Но не получилось. Будем ехать на Вирджинию. С Вирджинии разгружаемся завтра, в субботу. Хочу взять тоже какой-то груз, если получится. Я, кстати, взял с Вирджинии уже груз, но оказалось груз был арбузы. Аж 6 долларов почти за милю. 5.75. Но потом клиент позвонил, говорит, а у тебя драйвент, говорит, с вентиляторами, говорит, ну, типа, с дырками в трейлере. Вентед проветривается. А я говорю, не. У меня не лендстаровский трейлер, у меня свой. И венты что-то я вообще пропустил, чтобы заказать, когда я заказывал этот трейлер. Но ничего, я сделаю их себе. Я сделаю венты. или заеду куда-нибудь, или сам просверлю дырки, решетки поставлю, посмотрим, как будет, как получится. Потому что я уже смотрю, я несколько очень жирных грузов пропустил из-за того, что у меня нету вентиляции. А без вентиляции получается, что груз не дают. Потому что такие у них условия. Так вот называется город Джолиетт, красивая скульптура на парковке. Женщина играет на скрипке. Такой манюсенький городок я смотрю. Но много производств украинских. кирпичный завод какой-то. Кирпичики полеты стоят. Облицовочный кирпич. это на самом центре всякие полиция. Сельсовет их, не горсовет. Типичный американский downtown. downtown. Иллинойс это трак friendly state. Здесь много трака. Здесь широко хорошо можно ездить по городу without a problem. так. Я смотрю два каких-то поворота. Мне сейчас надо будет левее. Мост 13,6 Ого. пробираемся. Полторы мили до загрузки. Жолиет ironworks. Работа по железу. Кто-то побежал. Спортсмен. Куча железнодорожных мостов. Низких достаточно. Такой здесь мост. Разводной походу. Похожий разводной. Не знаю как далеко от Чикаго этот город но это на юге от Чикаго наверное может час я думаю ехать. О моцики продаются. Красота. Квадрики моцики это моя тема. Все почти приехали. Один еще правый поворот и там будет производство вот это какой-то красивые машинки старинные Товый компани так. Забарковался в бассейне. Загружаемся ребят. срочный груз оказался этот. Будем срочно ехать. Такая база грязнуля. База грязнуля. О что-то я криво стал. Да и пофиг. Разберутся. Тысяча паундов вес представляете. 500 килограмм даже меньше. Легенькие будем идти. Так. Что там мы набрали. Сейчас посмотрим. Полный трейлер наверное. Точно. Это вообще просто красота ребята. Обожаю срочные грузы. Обожаю. Возьму-ка. в тряпочку. Зацепим. Чтобы он не прикатился к нам в дверь. И все. Две бочки на одном полете. У-ху. на шо мчим. Везем воздух ребята. Две бочки до 500 килограмм у нас веса. Какой-то химикат оксидайзерс 2014 не знаю что это за код. Но какая-то химия короче. но так как у меня ее до тысячи килограмм мне даже наклейки 2014 там не надо я только поставил наклеечки оксидайзер это как окси а разъедающие типа что-то разъедающие и все легенькие легенькие вообще идут так хорошо не надо париться будем сейчас экономить солярочку по чуть-чуть на парах доезжать так что тут у нас опять жулье за бортом жулье железная дорога они это не жульет это уже город лакпорт написано на здании лакпорт такой есть нью-йорке тоже название 90 городочек лакпорт уже такой маленький маленький городочек в штате олиной траки тут гоняют конечно по всему штату вообще бесстрашные трак драйверы хорошие дорожки здесь чекавил но в лакпорте в данной ситуации вообще прикольно как будто свежие застелили и тут зимы такие бывают ребята минус 40 по цельсию снегом так заваливает что капец но видно ремонтируют вовремя трассы потому что по индиане едешь как по стиральной доске на лошади так верхний сверхний здесь нормально в общем немножко у меня тут ремонт это предохранитель на электричество в траке сгорел вот такой вот предохранитель выглядит не работает но пока найти его не могу хочу поставить вот такой предохранитель как думаете будет работать может сгореть инвертор или нет плюс-минус толщина даже тоньше чем этот не знаю выдержит он не выдержит сейчас буду пробовать его сюда вонь вонь тут такая баксочка не все так просто специальная баксочка сейчас его так сюда попробую надеть и посмотрим что из-за этого получится расплавится он у меня или нет если расплавится то туда уже туда туда уже все буду искать предохранителя то стою здесь на ресторе хочу чайка попить поняли отдыхаю а чайка попить подогреть не могу что делать костер распаливает тоже не хочется хотя дров много надо электрику мутить а чайка ой горимся 14 1 все работает напряжение движение держит микро веку принципе 12 7 12 6 держит держит греем хлебушек который уже пару дней лежит но это ладно это мелочь микро века так чайник 700 ватт пошел на минус 11 и 5 4 3 2 1 пошел на error тут 13 вольт показывает пошел конечно на error но уже чайник работает идем на улицу посмотрим не плавится там у меня все что есть то сейчас загоримся горит нехорошо мне пацаны не канает такая история он работает все не но нету изоляции плавит саму бакси только бакси нам это не интересно я успел ее затушить сейчас откручу вытащу эту ерунду поеду на тракста пускать вот это вот это вот то что нам надо безопасно и нормально колхоз не работает как видите он работает все но если бы где-то это без пластика было наружу он держит но вокруг себя она такая температура что он загорается так что небезопасно так ну как говорится попробовать стоило попробовать эту ерунду стоило и едем дальше я думаю что на тракстатчике найду уже этот фьюз и поставлю такие эксперименты конечно могут привести к пожару если честно лучше этого не делать ну эксперимент на то он и эксперимент сильный фьюз плавит все вокруг но гуд и и и О, троечка, ребята Раз Два Три разных прицепа Я в шоке Вот это паровоз Чувак просто Идет Нормально так По ровной дороге 90-80 Ёли-пали Это как что-то Это что-то Я, конечно, давно не видел Я как-то видел один раз Тройничок такой, да, в основном Даблы ходят, Федексы Но тройничок это вообще капец Как он вот вильнет Чуть-чуть, а как паровоз что-ли Уходит Влево-вправо, а как он вообще ловит Эту сцепку И я не понимаю Тут с одним справиться не можешь иногда Болтает как говно в проруби Туда-сюда А этот чувак с тремя идет И ус не дует Еще улыбается за рулем Я вообще холодный Это же надо такое Ну молодец, что сказать Настоящий профессионал Да Вот, а мы двигаемся Тоже на восток По девяносточке Сейчас у меня планы Наполеоновские Заехать Обязательно Перекусить В местечко под названием Чайхана Если она, конечно, открыта Вроде бы до девяти там Или до десяти работает Там у них прекрасный узбекский пловчик Есть Самса Манты Лагма Ну типа Кавказа Я был на восьмидесятке тоже В Пенсильвании Вот типа того Я так нормально проголодался С этими еще предохранителями Намаялся Хочу жрать Сейчас заеду Накуплю себе Вкусняшек И буду мучиться Как говорит Бородатый отец наш Всея дальнобоя Батюшка Владимир Шер И Такие планы, короче Очень привкушаю Как сейчас Я буду наяривать этот плов Хорошо, когда голодный Тогда еда вообще по-другому Заходит Вот А двигаюсь я по Огайо Как видите По платным дорожкам Огайо Турнупайк Мне все звонят Три звонят Шлют имейлы, письма Текст месседжи Чувак, у тебя карточка Говорит, не работает на Изи Пэс И там Туда-сюда И у меня есть такая программа Бест Пэс Это по платкам Она Ну, в общем Дает проезд по платкам Вроде бы с каким-то Дискаунтом Но я так понял Дискаунт, наверное, хороший Но по полторы тысячи Бывает в месяц Отцелюнявливаешься этим подонком За вот эти дороги И вроде бы и не ездил А все равно полторы сняли То я решил их обрубать на корню Короче И, как говорится Пэй-эз-ю-гоу Вот видите, еще двойничок длинный Ох, ты что, ты что Волгринс Сбоку-справа Обрубить на корню этих шарлатанов И попробовать Если мне дешевле будет Не по подписке А плати Когда надо Как говорится Попробуем А то эти платки Я морю, ребята Там не проследишь Чуть-чуть Где-то ошибочка В их сторону Еще что-нибудь А тебе некогда Все это дело следить И они такие бабки забирают Что, блин, жрать нечего Потом купить, понимаете Не-не-не Не хочу Буду пробовать Пэй-эз-ю-гоу Знаете, как Припейт телефон Заплатил Поговорил Заплатил Поговорил Не надо Помесячная там оплата Да Удобно В любой момент Отключил Что-то не понравилось Другое Переподключил Все-то Наподобие этого Такие делишки Вот, ребята Вот тут сбоку у нас Отдыхающие люди Спокойно живущие В роще Где птички поющие Красота Погодка хорошая За бортом Семьдесят пять Это где-то двадцать три Наверное Двадцать пять градусов Тепла Хорошо Иду полупустой Кайфую Солярка экономится Еще не заправлялся Вот сейчас буду заправляться На семьдесят первом Там где Чайхана По три шестьдесят девять Я нашел Нормально Еще дешевле Чего мы Заправимся И мне уже до конца Этой недели Наверное Хватит Все это пятница Завтра суббота Если не найду груз То вообще классно Не потрачу солярку А если Найду груз Что Будет еще лучше То вообще классно будет Мне надо до вторника Добить сумму Чтобы мне прилетело В четверг Хоть что-нибудь А то я немножко Не работал Там ездил по карлайнам Туда-сюда Отдыхал чуть-чуть Чувствуется Даже Неделька чувствуется Что не поработал Когда подушки нету Знаете Трудные времена Всегда чувствуется Было бы так Тысяч Сто Двести На аккаунте Можно было бы Поспокойнее Ощущать А так Думаешь Не Надо валить 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 Но как говорится С хорошим настроением Не так Чтобы сломя голову Ушататься Денем Или так На работу Как на праздник Только так Или никак Так что Такие Настроения Ребята Едем кушать Плов Капец Пацаны Чуть Забыл вам Заснять Баренькая Самса Хорошенькая Шурпа Пловчик Там Ожидает Нас Диоли Паля Сейчас Какую-то Кинушку Включим И Тайфуем Полчасика Едем Дальше Я тут Немножко Задержался С ребятами Повстречался Зрители Канала Друзьяки То с одним То со вторым Короче Часик уже потратил Сейчас буду Буду потихоньку двигаться О, какая красота Ребята Доброе утро Из штата Пенсильвания Долина Долина Зеленая Долина Найс Движемся В сторону К своей Доставке В город Винчестер Вирджиния Летим С горы Проехал Несколько Туннелей Вау Найс Альпы Пенсильванские Альпы Не каждый день Проезжаешь Такую красоту Похоже Высота Такая Почти Как в Шарлотте Ехал До Шарлотта Там По Вирджинии Едешь Такие горы Скалы По 77 Дороге Эй-эй-эй Мои Фрэнс Виар Гоинг Ту Флорида Всем привет Ребята Вирджиния За бортом Воскресенье Как видите Ваш Любимый Блогер Работает Даже по таким Дням В урон Себе Хотелось бы Отдохнуть Я уже даже Настроился Думаю Буду сегодня Отдыхать Но нет Пришел Прилетел Груз С утречка На Флориду Плохое место Оттуда Практически Ничего Нету Но туда Везем Какой-то Хазмат Он по 5 долларов За милю Оттуда Куда я еду Но То Куда я еду От меня 250 миль Дедхеда В общем 900 миль Ребята Где-то 950 Ищ За Трешку 3,5 Как бы Стремно С учетом То что Солярка У нас Сейчас Выросла Так Ну серьезно Серьезно Реально Процентов 20 Солярка Просто Бум Вверх Неожиданно Это плохо Я чувствую Прямо Заправки Подорожали Капец Но Надеюсь Что и грузы Сейчас подорожают Потому что Иначе Я вообще Не знаю Но вот этот Именно груз На Флориду Мне попался Более-менее Я упустил Вчера Пару грузиков Привез я Ну Где я там был Я уже забыл Где я был Прикиньте Короче За двушку Прикатил Хазмат Неплохой Вроде тоже Там потребаться Ну это В общем Так он где-то Вышел По 220 Что в принципе Жить можно Да Чтобы вы понимали За какие копейки Мы работаем Вот И сейчас Вот я взял На Флоридку Не знаю Перекроюсь Я из Флориды Потому что Смотрю Еду Еду в никуда Придется Мне оттуда Пустым Где-то Выбираться И что-то Брать Но Другого выхода Нет Потому что Грузов Нет других Или просто Сидеть день Ничего не делать Простоять Потратить деньги Не заработать Или хоть куда-то Поехать Потому что Ну нельзя Не работать Надо Надо Хотя бы Немножко Но работать И вот Надеюсь Я что Завтра Утром У меня сегодня Пикап До 4 Куда я приеду Где-то в 13.30 И в 5 утра У меня Даже в 5 утра У меня вроде бы Должна была Быть доставка У меня договорился Вроде на 10 утра Мы будем В контакте С брокером Держаться Чтобы Не опоздать Вроде до 12 Завтра работает А не понедельник Завтра Но мне надо Хотя бы в 11 Там быть Чтобы Безопасно Скинуть груз Так что Летим На всех порах По красивой Вирджинии По горам Туда-сюда Катимся Настроение Нормалек Еще раз говорю Конечно Хотелось бы отдохнуть Но Будем отдыхать Когда не будет Вообще груза Когда не будет Вообще груза Вы выхода И рестарт Плюс у меня рестарт Через пару дней Мне надо будет Домой добраться Рестартнуть 34 часа Там и отдохнем А пока Впьет Товарищи Только Впьет Напугали меня Немножечко Написано Что с понедельника По пятницу Тут пикап только До пяти вечера До 4.30 даже Ворота открыли Не знаю Сегодня воскресенье Все раз Напоминаю Груз мне дали Надеюсь Кто-то работает Так Вроде бы Вроде бы Загрузят Я уже испугался Короче У них Не было бумаг На груз Они говорили Сегодня не должен Никто приехать Короче Как всегда Какие-то проблемы Но загрузят Что будут грузить Пока не знаю Все посмотрим Так сзади Едем на так Это химия Какая-то жижа черная Индустриальный Вейст ватер Отработанная вода Аж чернющая Такая Страшная Бассейн смерти Представляю Туда Занырнуть Наверное Ничего не останется Или как минимум Лысый Без волос Вылезешь Так Ну что У нас опять бочка Что-то Воспламеняющееся Маркировка UN 1866 Полный Тейлер 43 тысячи Плюс Загрузили Бамаги Получили Это главное Я уже начал переживать Что какие-то Косики Сейчас убьют Даже пломба Есть Такие наклейки Мы готовы Ехать Что-то я Подустал Ребята Подустал Я немножко Тормознулся В Северной Каролине Где-то 50 километров От Шарлота Чуть-чуть Чуть-чуть Пройтись Позвоночник Размять Жарко Здесь уже Жарыша Стоит Да В общем Снова Вернулись мы В Южную Каролинку Вернее Проезжаем через Это местечко Будем заезжать Через часик Если пробки Не будешь Жаскать В Южную В Южную Каролину Смотрите Перевозят На Мексику Походу Такой Монт разный Моторчик Раму Классно Прямо Раму Наверное Поставим Мось Ну вот мы и в Шарлотте Снова Через Несколько дней После посещения Этого города Шарлотт Нас не отпускает Проезжаем Этот красивый Городочек Вернее Объезжаю В сторону Немножко По 77 На юг Ухожу На Шарлстон Южная Каролина Потом На 95 И на Джорджию Двигаемся Двигаемся На всех парусах По Озеру Норман Купались Теплые водички Короче Кайфовали Хорошие Распоминания Всего лишь Неделя Назад Не знаю Я буду Видосик Это делать Паблик Как мы ездили В Каролину Семейную Или оставлю Его в Правит Подумаю Было Интересно Пришло Время Заправиться Ребята Заскидали На Петро 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 Сен Коламбия Южная Каролина 3.83 Получается Солярка По скидке Здесь Дальше Десебле Не будет Только Дороже Заправлю Полбака У меня Полбака Еще есть Полбака Далью Вот И мне Должно Хватить До Следующей Дешевой Заправки Где-нибудь В Атланте 500 миль Мне до Флориды Потом На 500 миль Где-то Вверх Еще Я поднимусь Со Флориды Надеюсь С грузом В общем Помчали Заправим Помоем Окошечки Пойдем Скупаемся И Будем Продолжать Свой путь В 5 утра Нам надо Быть На месте Ну это Так Это Само Быстро А так Можно И 10 Может Даже Посплю Часик В 5 Ну Какой Модный Трак Стап Смотрите Трак Даже Наверху Запарковали Что-то Я первый раз Здесь Не был Баттейлы Стоят Журчат Короче Полный Трак Стап Пришлось Мне Заезжать Пришлось Мне Заезжать Слепой Стороной Но Хорошо Что под углом Оно Все Настроено Заехал Иду Купаться Купаться Потом Может быть Прилягу На 5 Разделю Слипербанк Чтоб Завтра Хватило Доехать И Поеду Дальше Посмотрю Так будет Легче Ночью Ночью Ехать Так Шавр Массажные Кресла Мои Любимые Лончусь Modern War Плейц Самолеты Разных Стран Так У нас Четвертый Шавр Идем Купаться Какая красота Застает Такие Антикварчики Малому Бы понравилось Надо Могу Взять Что-то О Ничего Себя С Фестон Фьюриас Дайтона Бросс 30 Баксов Ребят Некоторые 20 Некоторые 30 Ресторан Что Ничего Себе Мотоциклеты Висят Здесь Найс Доброе утро Флорида Добро пожаловать Ууу Залетели Залетели Во Флориду Ребята Сразу Сразу Возвращают Агрикалтурал Инспекцион Сайт Надо Заезжать Обязательно Туда Обязательно Даже Когда машины Перевозят Нужно Туда Заезжать Такой Войт Войт Стейшн В основном Всегда Открытый Посмотрим Сейчас Открытый Или закрытый Пропустят Меня Ли Или мне Надо Заехать Ну Наверное Надо Заехать Вот Три с половиной Часика Еду Пытаюсь Попасть К десяти Утрам На Флоридскую Разгрузку Посмотрим Если Это у нас Получится Вообще Просто Даже Не останавливался Дядька Мне Показал Thumbs Up Just Go Проехали Нормально Формальная Такая Весовая Наверное Если Вы Везете Каких-то Животных Растения Да Вас Могут Проверить Тщательно Если Мы Едем Везем Какой-то Бенз Или Я не знаю Что Вообще У меня Воспламеняющая Какая-то Жидкость Или Даже Жидкость Твердая Что-то В бочках То Вообще Вопросов Нет Продолжаем Движение Движение 229 миль Город Лейкленд Это там Где мы Разгружаемся Это Ниже Орландо Центр Ну Середина Пенинсулы Этой Флоридской В общем Движусь В ту сторону После этого У меня Времени Не остается У меня даже Не хватает Доехать Так как Я останавливался Поспать На 5 часика Я думал Что у меня Перезапустится Локбук И мне хватит Да Вот прям Доехать Но полчаса Не хватает Примерно Надо будет Переехать В общем Разгружусь Потом стою Куда-нибудь На тракстап Или Где можно Провести 10 часов И Мне нужно Простоять 10 часов До того Как я могу Взять следующий груз Ну в общем Где-то С 10 утра До Восьми вечера Как штык Может быть Какой-то вечерний Я найду груз Со Флориды Может быть Этого не случится Я просто Уеду Куда-нибудь В Джорджию И возьму Груз Во вторник Завтра Ну и все У меня там уже Рестарт На подходе Надо будет Добраться домой До среды Наверное Даже не успею До четверга Наверное Посмотрим Короче Я Я только Выехал Вроде А уже Неделю Откатался Уже И времени Нету Я еще Не устал Я бы еще Погонял Но Правило Из правила Закон Надо Соблюдать Иначе Могут Штрафануть После этого Агрикультурного Еще весовая Она открыта Но Дали пропуск Байпэс Пролетаем Мимо Не надо Заезжать Движемся По направлению Джексон Виллу Это ближний город Который мы заедем Время заезжать Не будем В городе По объездной По 295 Есть Белл Парквей Или Белл Твей Как там Называется Мы объедем Этот город Потому что У нас Хазмат Потом Кажется На 75 Или на 4 Забыл я уже По ней Прям Еще 200 миль Доедем О, кстати Ленд Стар Заезжает На весовую А не Мимо пошел Я вообще Мимо пролетел Ленд Стар Оль Лега Чтобы вы понимали У Ленд Стара Корпоративный офис Вся их компания Зарегистрирована Во Флориде Город Джексон Вилл Как раз таки Вот 20 минут Отсюда У них офис Где решаются Все вопросы На корпоративном уровне Всякие там Базы у них Там Трайлера Где забирать Они по всей Америке А вот именно Офис Джексон Вилл Флорида Офис Джексон Флорида Вилл Флорида Офис Джексон А вот и флоридские пробочки Смотрите как красиво у нас тут слева озеро Не знаю как называются Но оно просто гигантское Озерцо Может это Лейка Кичоби Есть вот такое На навигаторе Оно смотрится Громадное Продвигаются в сторону Орландо Лейк Лэнда В ту сторону 85 миль До Разгрузки До 10 Вроде как успеваем Если сейчас Сильно в пробке не застряну Будет вообще классно Спать охота Правда Ребята Сейчас разгружусь И на боковую Ребятки Флорида Это конечно Рай на земле Как-то прикольно Еду В пробке Потихонечку Кайфу Открыл окошко Думал меня сейчас отдаст Зарой Как в Техасе Но нет 87 градусов Бафаридгейт За бортом И с открытым окном Вообще не жарко Ни камни Вообще дышится легко У нас 87 это вилы просто В Массачусетсе Грубо говоря Влага такая беседная Когда Флорида Это тоже влага На тропике Я не могу понять Тут легко дышится Из Солнце палит Прям на меня Можно сказать Где-то район Орландо Океана рядом Нету Бриза нету Но так Чувствуется Обалденно Что я не знаю Я не пойму Чувствуется Где-то как 75 градусов Просто едешь Дышишь Воздухом флорийским Таким приятным Чувствуется Кайф Чувствуется Чувствуется В Флориде А зимой здесь Я не знаю Зиму тут вообще рай И снега Температура 25 Сухо Не зря сюда переезжают Пенсионеры Люди Такие Побогаче Которые Они Снимают здесь Жилье на зиму Оставляют свои дома На севере И Просто Наслаждаются Прекрасным климатом Погодой Во Флориде Просто мечтаю Чтобы так было Работа позволяет В принципе Зимушку проводить здесь А лето У нас Курма Говорят Короче Надо к этому Стремиться Финансы Не позволяют Желание есть Работа позволяет Короче Надо двигаться К этому Успеху Зима Флорида Лето Нас очистится Хотя мне кажется Я бы и лето На Флориде Океан Пальмочки Красота Тут жарко бывает Я уверен Бывает страшно жарко Особенно в Южной Флориде На Майами Там жара Ну в общем Кайф Просто кайф Накрытое окошко Свежий воздух Для фото Орландо 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 Городок Котором тоже Пробочки Центр Орландо Сейчас будем проезжать Где-то там Где-то там Центр Мека-туристов Орландо Здесь Диснейленд Здесь Universal Studios Здесь куча развлечений Чисто Vacation Vacation place Ох, что-то криво стоит У этого трейлера, да? Пойдетки Кривоватый Большой город С красивыми зданиями Это здравоохранение Какая-то страховка Зеркальное Красивое Новое здание Как и банки Эти ребята Зарабатывают Просто бешеные деньги На людях Человек Это ресурс Хочешь, не хочешь Страховку покупаешь Даже если ты не болеешь Ты ее не пользуешь Ты все равно платишь Всем нужна страховка Все боятся Что когда заболеют Пойдут в больницу А ты будут отдавать Бешеные какие-то деньги И поэтому покупают Переубеждают людей Так Все Люди Как рыба на крючок Клац и все А страховочная компания Убедив сюда Миллион человек Представляете Какие-то бешеные деньги Зарабатывают Просто crazy Страховка Также Страховка жизни Машины Дома Вот медицина Страховка И банкиры Вот эти три ветви Чьи здания Красуются В различных Успешных Больших городах Мира Эти ребята Заколачивают Бобос На людях Конкретно На индивидуалах Чем больше людей Тем Успешнее бизнес Вот так вот Продолжение следует... Да, центр достаточно У них немаленький Трасса И по обеим сторонам Отели Здания Все беленько Чистенько Красиво Ухоженное Стройка идет Я думаю Здесь постоянно Что-то Новика Достраена Достраена И по Bethany Стройка идет Субтитры сделал DimaTorzok